всем привет вот такие коробочки ко мне приехали это каркит link ambient версия как-то по-другому произносится на 8128 так она выглядит заказывал 4 раз 4 одинаковых 2 потерялись по дороге 2 приехали другие в итоге замена и в итоге мне в 4 штуки причем есть вот такой коробочкой и вот с такой открываются при вас уже протестировал то есть по начинке вообще все полностью идентичные отличается почему-то по внешнему виду то есть наклейки все одно и то же ну вот кроме конечно обозначение то есть это так правильно сделать то есть вот это куба быка это нв не знаю чем разница прошивка одинаково что и здесь никакой разницы не заметил все прошивается наклейка здесь снимается сразу и не на коробке не остается что странно здесь наклейка на самой коробке комплектация абсолютно одинаковая по сути если сделать вот так то коробки то есть ничем не отличима одна уже установлен на машине я уже тестирую да кстати всех с наступившим новым 2024 годом желаю вам всего самого наилучшего и продолжаем продолжаем вам рассказывать про вот эти коробочки приобрел китайца чинган c55 плюс очень функционал машины не совсем устраивает так как он порезан китайцами машину полностью официальный не из не по параллельному не порту куплено куплено нашим салоне вот две коробочки отличие здесь есть надпись здесь нет дальше здесь все полностью идентично здесь надпись есть здесь нет пластик абсолютно одинаковый все одинаковое может быть только вот эти вот отверстия сделаны другому начинкой я смотрел в интернете то есть все одно и то же принципе как и аиды показывает абсолютно одинаковая прошивка подходит так вот так как машине машина обделена функциями и и конечно же можно взломать установить нужное приложение но это автоматически с гарантией плюс в данном году который снова на головном устройстве автомобиля всего 2 гигабайта память куда все это можно записывать и когда они забьются она начинает зависать либо может вообще как назовем кирпичом стать кстати инструкции в том тоже полностью идентичные то есть вообще никаких отличия не нашел обе цветные две книжечки в комплекте идут провода так сильно тайп-си и обычный избинает тайп-си вот и функционал данных коробок позволяет по протоколу apple carplay использовать полноценный android который внутри них их них установлен вот то есть тут по сути в планшете если что с ограничениями это с мой проблема с мульти тачим может для кого-то и нет но если использовать android auto у вас можно использовать более одного пальца то есть то есть можно с щипками то есть вот это все мульти тачь если используете carplay то у вас только работает одно касание то есть определяется то есть само головное устройство поддерживают до 5 касаний условно вот но при работе по протоколу только одно к сожалению моей машине только carplay нет android auto хотя эти коробки можно перевести в режим работы android auto и там появится мульти тач вот есть некоторые неудобности и для этого сделана плавающая кнопка на экране дальнейшем я вам ее покажу что еще хочу сказать здесь память 8 128 процессор здесь стоит qualcomm ски там 62 что-то там какой-то из коробочек это был написано написано уже не уже не вспомню так вот 62 25 что на 1 что на 2 то есть это вот такие процессоры более-менее свежий вообще работа интерфейса зависит от производительности от самого углу и разрешение экрана так как подключение по usb 2.0 как ни крути не 3.0 используется и чем ниже разрешение тем быстрее идет отклик картинки и плавность движений в настройках можно регулировать вот это вот скажем так качество отображения то есть если ухудшить качество то есть при динамических изменениях экрана то есть не статической картинки где там свайпы что открывает запускается перемещается ухудшить качество картинки то интерфейс будет работать более быстро вот и в принципе то как бы все основные проблемы в этом то есть есть некоторые заторможенность это все протокол зависит не работает multi-touch все остальное это уже там софтовые нюансы которым в принципе можно обойти вот но я думаю что хватит на них смотреть пора переходить машину и я вам покажу функционал и так мы в сауне автомобиля чинган 55 плюс стандартное главное устройство сейчас одна коробка подключена вот еще три лежат все одинаковые буду примере 1 показывать есть нюансы при подключении в данном автомобиле не хватает мощности так штатного избе то есть для этого использую такой переходничок не использовал вот этот переходник где здесь вход это подключается коробка то есть кабель ставьте сюда подключаешь этим кабелем соединяешь магнитолу ну штатную и этим до питания то есть я беру с прикуривателя сейчас мне подключен другой переходник у которого вместо вот этого избе входа здесь просто тайп си выведен он просто покороче поудобнее вот так же использовал вот такой вот коробочку которая повышает мощность то есть штатно это этот избе выдает 30 50 миллиампер при 5 вольтах что недостаточно для данной коробки нужно как минимум там 800 700 миллиампер то есть вот это вот штуковина она повышает но к сожалению напряжение падает ниже 4 вольт и коробка не работает то есть она может включиться какой-то раз но как только она начинает производить музыку там что-то грузить мощности не хватает и соответственно над врубается то есть вот в моем случае тут штучка бесполезно имейте ввиду то есть не панацея можно ким пауэрбанки использовать еще что-то колхозить вот то есть сейчас она получается вот подключена то есть вот она типа тайп си сразу лежит на нижнем уровне вот так сам интерфейс максим точнее как в интерфейс попасть максимально просто при запуске автомобиля то есть сама все включается и сама загружает сразу эту приставку здесь ничего нажимать не нужно но есть нюанс при автозапуске это не происходит нужно перед подключать приставку то есть именно по питанию моем случае чтобы она перестарта и перезагрузилась тогда будет все работать к сожалению такой нюанс если просто звать машину то есть кнопки все происходит отлично это только здесь на других машинах нет на черри тига 7 такая же фигня до проверял вот и теперь здесь просто входим интерфейс и при включении в заводе автомобиля при включении он сразу загрузит вот этот интерфейс то есть стандартно карта что проигрывается какие-то приложения часы и скорость показывает сразу скажу ничего здесь кроме карты поменять нельзя и вот этих ярлыков которые вам нужны также здесь последнее запущенное приложение кнопка все приложения которые продублированы здесь приложение ставить какие хотите все устанавливается все здорово есть нюансы при настройке сейчас расскажу то есть по умолчанию гугл карты которые можно смело удалять если они вам не нужны здесь есть настройки самой вот этой вот оболочки получается здесь есть настройки навигации так есть настройки оригинальной автомобиля здесь вот выбирается разрешение экрана то есть чем больше вот эта цифра тем соответственно картинка красивее но при этом падает скажем так отзывчивость он будет более с рывками все это переключать то есть что-то запускать если вот этот ползунок то есть уменьшить соответственно при каких-то смене экрана там как и 10 интерфейса то есть будет происходить рассыпание картинки то есть он становится низкого разрешения но зато интерфейс работает быстрее вот эта кнопка не по что делает в разницы никакой не заметил также вот настройки навигации чтобы работали правильные яндекс карты то есть нужно отдельно поставить какой-нибудь другой навигатор в данном случае это вот яндекс карты стоят а вот виджете я именно поставил яндекс навигатор чтобы он работал соответственно здесь он работает все хорошо вот это вот эплский жест он работает здесь нет мультитача то есть он не работает на эплах на apple carplay то есть если ваша машина поддерживает android авто коробочку можно переключить в режимы работы android авто и будет мультитач что из нюансов еще хотел вам рассказать то есть приложение принципе все ставится это вот настраивать подсветку вот этих вот как вот этого кольца абсолютно бесполезные вещи светится темноте но очень может кому-то конечно пригодится вот по скорости интерфейса все отлично то есть все запускается плавно то есть все скроллится есть реклама приложениях также можно рут поставить все более-менее то есть вот этот небольшая задержка но вот я заметил то есть чем меньше экран тем вот этот задержки практически не будет никакой ввода вывода скажем так то есть отклик намного быстрее здесь получается там 1900 на 700 чем-то разрешение так вот если подключать iphone именно то он конечно работает быстрее непонятно почему но в общем почему-то утром подтормаживает скажем так иногда то есть вот эта вот задержка вот ввода есть ну она не критичная и минус там 35 все это работало все хорошо единственно что каш пальцы подмерзает в эту в это время то есть бывает не срабатывал на касание пока вот салон не прогрелся ну адекватно то есть он нажимал я нажимал и соответственно он запускал все что можно там gps тест то есть кому интересно 4 метра то есть все работает gps берется с самой коробочки спутники он ловит все здорово навигации все работает то есть управление музыка выводится с bluetooth есть косяки то есть вот bluetooth подключен но если мы будем звонить по контактам кому-то то соответственно может быть не мне не слышно не с у вас не будет слышно собеседник не знаю чем связано кричит ну кроме как прошивкой либо с мозгами эта машина то есть она некорректно как-то воспроизводит подключение точнее как не воспроизводит а подключать микрофон то есть дает разрешение на использование что происходит и такие нюансы есть на разных прошивках то есть она пришла на 10 10 23 на ней не работал нормально звук то есть не очень микрофон не работал то есть собеседник не слышал программы звукозапись там алиса нас не могла общаться то есть она не слышала то есть только звук отдавался то есть динамики музыка воспроизводилась нормальным марок стал работать на прошивке от 28 11 23 сейчас стоит версия прошивки такая вот получается от 5 января 24 и и тут уже лучше то есть интернет работает сим-карты индикация всегда вот такая не значит связано скоростью в среднем там до 20 прыгает мегабит можно открыть там сайт какой-нибудь посмотреть все это запускается то есть не по вай-фаю сейчас а именно сим-карта подключена и все вот так вот работает что не может не радовать тут можно версию дпк запустить в принципе все погружает то есть youtube все смотреть можно все запускает все устанавливать ну рек не рекомендую вам дороге смотреть том что если честно отвлекает вот по поводу начинки так это вот сведения системе кому интересно бесполезная информация так по процессору 680 дракон так и по экрану вот разрешение которое в данном случае у этого дисплея который он использует размер экран каш не знают нам не соответствовать вот она вот так видит вот в принципе полезная штуковина если добавить чоковым пауэрбанк например при длительных поездках там она не будет вас отключаться то есть будет всегда на готове который в парбак со сквозной зарядкой и будет вполне удобно то есть чем подключать постоянно телефон но также сюда можно подключить телефон здесь есть вот этот автокит то есть можно беспроводной apple carplay и беспроводной android auto подцепить с ней у вас появляется данная возможность используется android auto то есть она его будет транслировать и в принципе наверно все вот данный рассказал процесс прошивки процесс прошивки карки линка очень простой заходим во все приложения здесь есть вот это вот приложение приложение нужно запустить в верхнем углу нажать штыренку кстати показывать текущей версии прошивки выбрать локальный апдейт сфокусируется диск вот этот диск будет и здесь есть файл который заранее скачал с таким именем переименовывать не нужно это прошивка получается а 22 декабря махнулся еще раз ходим все дальше идет процесс нужно подождать порядка 5 7 минут так сообщил то что все прошло успешно и теперь нужно перезагрузиться все коробочка перезагрузилась опять можно провалиться в апдейт и посмотреть какая текущая версия стала то есть это 12 декабря 22 число версия обновилась все хорошо все запускается также можно провалиться здесь посмотреть версию версия ядра все остальное серийные номера вот вот такое устройство получается если вам нужно именно транслировать по беспроводу с телефона картинку то есть android auto либо apple carplay то есть можно купить более дешевое устройство которое именно занимается беспроводным подключением вот тем кому нужно имел что был android полноценный то есть все можно было устанавливать все настраивать есть другие лаунчеры которые по-другому все это выводит даму здесь может есть раздельный экран то есть можно разделить его принципе все это настраиваем а нужно копаться не так нативно сделано как вот в телефонах то есть здесь немножко нужно поискать информации как все это настроить и так далее вот так что каждый решает сам для себя в общем я себе в групп такую коробочку мне она устраивает буду с ней ковыряться функционал она увеличивает по качеству звука есть вопросы в некоторых машинах не не всем она походит моей все нормально вообще в хонде проверял цервешки в черри тига 7 pro max то есть там все нормально и как бы нареканий не было вот на этом все спасибо что досмотрели всем удачи и пока